Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилось два французских танка. Тяжелый средний танк АМХ М4-49 и Лорейн 40 тонн. Вы можете взять себе данные две французских машины за 11 тысяч золота. Дорого, недорого, здесь определяйтесь сами по своему карману. Мое же дело озвучить само предложение и высказать свое субъективное мнение по поводу данных машин. Что касается самого набора, открытое все оборудование существенно поможет сэкономить серебряндию. И вы не будете тратить свою копилку серебром на то, чтобы пооткрывать всю оборудку на данных машинах. Что касается внешнего вида, уникальный внешний вид для АМХ, здесь особо не поспоришь. Действительно в таком типичном французском стиле ему подходит такой вот знаете спокойный и со вкусом. А вот что касается Лорейн 40 тонн, то я бы не сказал, что этот тайный свет является особым кама конкретно под данную машину. Поэтому особого восхищения лично у меня не вызывает, хотя в целом он симпатичный и по поводу красоты в принципе не спорят. Ну в общем я думаю, что есть те, кто разделяет мое мнение, но и те, кто с ним не согласен. Что касается Аватара, даже заценивать его не буду, потому что ценностью не считаю. И есть по 15 штук X5 на каждую из данных машин. И в целом на данных машинах, с учетом того, что это плюс-минус годные премы, вы сможете их неплохо реализовать и существенно поднять свои копилки и элитный опыт экипажа. Что касается покупки по отдельности. Что касается Лорейн 40 тонн, ребят, то буквально недавно было предложение за 7500 взять 3 премиумных машинки. Если у меня сохранился скрин данного предложения, то сейчас вы видите его на экранах, а если нет, то напомню, что за 7500 можно было взять Лорейн 40 тонн, можно было взять себе Чиф Тейна 95-го и можно было взять себе Т2020. То есть 3 премиумных машины 8-го левела за 7500 золота. И тогда надо мной смеялись и говорили, что я рекламлю всякое фу-фу и что типа набор этого не стоит. Но теперь Лорейн предлагают купить за 5,5. Вот и посчитайте усредненно, во сколько в том наборе Лорка обошлась ребятам, которые ее купили. Абсолютно честный обзор на Лорейн на канале уже есть. Вот ссылочка, плюс к тому добавлю обязательно в описании, поэтому переходите, смотрите, ну и поймете, что стоит Лорейн, точнее, чего она стоит и что она может в современных боях. Ну а в сегодняшнем видео заценим с вами АМХ М4 МЛЕ 49. Чего машина стоит, сейчас будем узнавать. Для начала посмотрим ее технические характеристики. Что касается орудия, а это первое, что я всегда зацениваю в любом танке, то здесь в принципе все плюс-минус приемлемо. 2300 единиц урона для 8 уровня, пускай не фонтан, но очень даже хороший показатель и это нам покажет сравнительная таблица. Время перезарядки 8,1 секунды, в целом комфортно, в целом приемлемо, но это с учетом оборудки амуниции. Что касается среднего урона, то 310 единиц тоже довольно неплохой показатель. Да и бронепробития, по большому счету, он тоже вполне себе хватает для того, чтобы играть. Плюсом орудия является также то, что у него есть минус 10 углы склонения орудия вниз. И это действительно добавляет комфорта в игре и можно порой отыгрывать от башни где-нибудь на неровностях. Что касается времени сведения, вот здесь дискомфортно абсолютно. Это с учетом того, что время сведения мною улучшено 2 раза и при этом все равно оно далеко от идеала больше 4 секунд. Что касается разброса, вполне приемлемая цифра. Что же можно сказать про броню? Броня у танка есть, она не ультимативная безусловно, но она существует и порой неплохо себя показывает. Есть вот эта вот комбашня, которую все любят выцеливать, особенно в клинче. Есть щеки, но они имеют хорошую приведенку. Единственное, что если вы отворачиваете башню, то приведенка падает и вас сразу сюда начинают пробивать. Поэтому нежелательно отворачивать свое орудие от своего соперника, если он пытается вас выцелить. Кроме того, есть картонный бронелист, которым никого не удивишь, потому что большинство танков в игре обладают именно картонными нижними бронелистами. Что касается верхнего бронелиста, то в прямой проекции 240 тоже далеко не фонтан, но порой бывают рикошеты. Что касается вот этих двух пятаков квадратных, то в целом довольно неплохо. Здесь хорошая приведенка, опять-таки, если вы становитесь как-то ромбом, то здесь вас могут даже в бортину пробивать, если вы немножко больше довернули, чем надо. Ну и сюда, в принципе, тоже вполне спокойно будут шить, поэтому ромбом играть надо крайне-крайне редко. Лучше все-таки играть как-то плюс-минус от прямой проекции, периодически вот так вот поворачивая танчик вправо-влево для того, чтобы просто сбивать прицел ваших соперников. Что касается башни, здесь действительно классно в отношении того, что в клинче, если повезет и вам не будут выцеливать комбашню, то здесь очень хороший шарф на самой башне, хорошо забронированный, большая маска орудия и в целом лоб башни имеет хорошую броню, ну и плюс к тому приведенки какие-никакие здесь тоже есть. Что касается темечка, то здесь вы видите неплохую приведенку, но если вы стоите где-то в низинке, то пробивать вас будут абсолютно легко, ровно как и набрасывать вот в эту вот часть, в верхний лист вашего корпуса. По бортам, по корме даже рассказывать ничего не будем, ну вы в принципе сами все видите, я думаю, что комментарии здесь излишни. Что касается сравнения с другими машинами, здесь в принципе все классно, все интересно, здесь есть неплохой баланс всего, чем обладает данная машина. Довольно неплохой ДПМ, как я говорил, есть ребята, которые имеют ДПМ повыше, но большинство тяжелых танков на уровне среди цикличных орудий ДПМ имеют существенно ниже. Что касается пробития, то как вы видите пробитие здесь действительно на уровне, есть буквально несколько машин, которые лучше по пробитию, ну и соответственно пробитие улучшать необходимости нет абсолютно никакой, лучше добавить себе досылатель, который будет помогать вам чаще стрелять вашими 310 альфовыми снарядами. Что касается перезарядки 8 секунд, как вы видите довольно комфортно и удобно, сравнивая с другими, есть конечно ребята, которые стреляют быстрее, но их не так уж и много. Что касается подвижности, подвижность у машины достойная, для тяжелого танка больше чем достаточная, преобладающее большинство машин являются более унылыми на уровне, а значит этих 40 в принципе вам будет хватать. Доходность 175 не удивляющая, но абсолютно стандартная и нормальная. Что касается процента по победам, 53% ни вашим, ни нашим, абсолютно средний показатель на уровне, а значит играться машина потенциально должна вполне комфортно и не доставлять особых каких-то неудобств, но это в теории. А в практике мы сейчас посмотрим, убеждаемся в том, что мы попадаем во встречный бой и туда с вами отправляемся. Пока заходим в бой, друзья мои, обращаюсь ко всем, кто смотрит не первый раз видео на моем канале, но до сих пор не нажал на вот этот волшебный желтый шильдик в правом нижнем углу. Вам ваша подписка не стоит ровным счетом ни гроша. Я же готов разыгрывать премиумные танки среди подписчиков канала, дарить разные плюшки и радовать вас все новыми и новыми честными обзорами и интересными фанами видео. Для этого достаточно подписаться прямо сейчас на канал, поставить палец на колокольчик, убедиться в том, что у вас активированы все уведомления по каналу, ну и радоваться новым видео, которое я буду снимать специально для вас. Спасибо вам большое за что подписались, вот я чувствую, что пара человек сейчас точно нажала на этот желтый шильдик. Огромное вам спасибо, мне дико приятно. Подвижность, как я говорил, у машины очень хорошая. Едет бодро, едет нормально, я могу вполне спокойно сейчас переметнуться, подъехать ближе к своим союзникам, ну и соответственно вместе с ними дальше продолжать свое движение. Правда единственное что, как оказалось, тяжелые танки соперников сейчас пошли под горку, ну и соответственно нам тоже имеет смысл туда подкатываться. По точности орудия меня в принципе порадовало, мне было приятно на нем играть, я не могу сказать, что оно меня удивляет, но оно по крайней мере меня не раздосадовало абсолютно. Что касается времени сведения, не очень приятный показатель, как по цифре, так и по ощущениям в бою. Я не могу сказать, что я радуюсь тогда, когда начинаю сводиться. Действительно очень уныло это все происходит, как вы видите, крайне медленно происходит данный процесс и доставляет массу действительно неудобства в игре. Но в целом, если привыкнуть, то играть можно. Ну вот, смотрите, согласитесь, хотелось бы, чтобы это происходило как-то чуть-чуть быстрее что ли. Сейчас подождем, перезарядимся. Время перезарядки достаточное для того, чтобы играть нормально. Можно еще плюс ускорить время перезарядки, если в этом есть какая-то необходимость. Ну а количество непробитий вы сейчас видите сами. Если вы играете прямо по отношению к своим соперникам, то пробивать вас не будут. Разобрали сейчас Бортину. Мы допустили тактическую ошибку. Поехали через правую сторону. Сейчас зайдем обязательно в следующую катку и попытаемся сделать чего-нибудь получше. Что касается брони. Как видите, пробивали меня именно в нижний бронелист, который является картонным. Ну и вот эта вот, словно известная, большая, довольно-таки по размерам комбашня, тоже постоянно потерпает от снарядов соперников. В прямой проекции, стоя вот так вот к своим красным друзьям, вы будете терпеть выстрелы именно по этим двум точкам. По нижнему бронелисту и по комбашне. Ну а что касается бортов, понятное дело, что пробивается, башня довольно-таки большая по размерам, корпус тоже не маленький, но и здесь никаких ни приведенок, ничего нет, поэтому рассчитывать на какие-то рикошеты особо не приходится. Поэтому, друзья мои, как я и говорил, лучше играйте прямой проекцией по отношению к своим соперникам, для того, чтобы можно было хоть какие-то рикошеты собирать. Дожидаемся, как нашего последнего союзника выносят в ангар и с великолепным счетом 7-0, с чем я и поздравляю наших соперников, мы отправляемся в ангар, для того, чтобы посмотреть на результаты по данному бою, хотя я не думаю, что там есть что заценивать. Ну и обязательно сейчас берем машину и едем в следующий бой. Тысяча нанесенного урона, я думаю, что по команде это неплохой будет показатель, ну а в целом, безусловно, не показатель для АМХ абсолютно. При этом доходность позволяет не уходить в минус даже в таких вот фейловых, крайне неудачных боях, ну а результативность по команде, как вы видите, на глазах. Я хочу похвалить Т32-го, вражеского, и обязательно повторю то же самое действие с игроком, который занял второе место в команде у соперников. Действительно, молодцы, классно отыграли, ну а мы отправляемся в следующий бой. Могу ли я сказать, что АМХ М4-49 это мастхев? Могу ли я сказать, что это машина, которая будет вас постоянно радовать, вы будете на ней фаниться, веселиться, нагибать, разрывать соперников? Нет, друзья мои, ценник, в принципе, для самого набора небольшой, согласитесь, за две восьмерки это не так уж и дорого, если разделить просто грубо на калькуляторе. Но что приносит АМХ? АМХ приносит ту же самую доходность, что и любой другой нормально фармящий танк на восьмом уровне, коих на восьмом левеле, ну, пруд-пруди. Вы сами видели количество танков, сами видели эту простыню в таблице, но я думаю, согласитесь, что особо выдающегося, ну, нет у АМХ абсолютно. Кого я могу посоветовать на замену данной машине и кому стоит присмотреться к чему-то другому? Если вы абсолютно средний игрок, если вы не сильно умеете выживать в боях, то я бы рекомендовал все-таки присмотреть что-нибудь другое себе. Ну вот, допустим, присмотрите себе, точнее, посмотрите и попытайтесь собрать себе голдишку или копите себе голдишку на ту же самую акулу, которая в руках среднестатистического игрока, не супер, там, какого-то нагибатора, поверьте, показывать будет себя гораздо лучше и гораздо интереснее. На ней проще выживать, на ней проще наносить урон, на ней проще держать удар от соперников, но она в принципе, в принципе, ребят, гораздо проще. Что же касается АМХ, он гораздо сложнее, именно в силу того, что у него вроде бы с одной стороны и броня есть, а с другой стороны огромное количество мест, в которые его будут пробивать, как бы ты ни становился. Хорош ли он? Я не могу сказать, что он плохой, но назвать его супер-классным и крутым танком у меня язык не поворачивается. В свое время, безусловно, АМХ зажигал, и действительно, многие ребята хотели себе АМХ, да и денег он стоил немало, но на сегодняшний день он перестал быть настолько крутой машиной, как он был раньше. Это факт. Все машины рано или поздно устаревают, все машины рано или поздно становятся более унылыми, и появляются какие-то новые тачки, которые абсолютно стирают былую славу у стариков. Ну и в целом, это абсолютно типичный, закономерный процесс в нашей с вами игре. Углы склонения орудия вниз, как я говорил, добавляют комфорта в игре, действительно, все классно, все хорошо. Склоняется орудие вниз очень бодро, ты можешь выцеливать нижние бронелисты, ты можешь играть от неровностей, ты можешь вполне спокойно подъезжать там, выцеливать самые нижние точки в любых танках, и в этом безусловный, безусловный плюс. Плюсом также является хорошая подвижность у машины и довольно-таки добротное время перезарядки. Я имею в виду приятное и комфортное. Может ли АМХ разрывать? Да, может, он на это способен, но будет ли он делать это в каждом бою? Ну, здесь уже очень-очень большой вопрос. Все зависит от того, насколько вы ловкий игрок, насколько вы любите играть на французской технике, которая обладает своим определенным не только характером, но и шармом, и, соответственно, хотите ли вы играть на тяжелом танке, который обладает довольно большим количеством плюсов, но в то же время, друзья мои, имеет ряд минусов, с которыми вам придется либо мириться, либо справляться. Ну что, поехали, поищем, кого тут еще можно отправить в ангар. Я так понимаю, что сейчас мы будем добирать с вами шершня, и в целом, если он отсюда никуда не свалит, а я в этом сильно сомневаюсь, нет, все-таки не свалил, мы его добираем, и это наш четвертый фраг. Ну и будем смотреть на результаты боя. Как вы видите, башня пробита, пробиты бронелисты и пробита бортина. Абсолютно ничего удивительного, как я и говорил, на АМХ, как не повернись, все равно найдут зону, в которую тебя пробьют. От башни отыгрывать комфортно, классно, главное, не отворачивается. Ну а что касается результатов, 2360 единиц урона, 4 фрага, и при этом всем только второй знак классности. Это говорит о том, что на машине делают результаты и гораздо выше. Что касается фарма, 90 тысяч серебром, ну и первое место в команде по урону. Круто? Да, я считаю, что круто. Но, к сожалению, АМХ не всем 100% боев будет так отыгрываться. Готовьтесь к тому, что если вы играете приблизительно так, как играю я, а у меня 55% побед, то у вас на 10 боев вот таких вот классных, крутых, победных будет где-то 6-7. Ну и 3, в любом случае, проигрышных боя, а один, возможно, даже с каким-то крутым сливом, если вы взорвались куда не надо, и вас, соответственно, окружили и начали разбирать, как это было, допустим, там в первом бою, когда я отхватывал в правую бортину. Здесь из песни слов не выбросишь, АМХ действительно боковые атаки не выдерживает абсолютно. Вот такой вот он абсолютно честный обзор на АМХа М4-49. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Единственное, что я могу сказать от себя и поделиться своим скромным мнением по поводу тех предложений, которые есть сейчас в магазине. Если уже и покупать, то я бы рекомендовал все-таки покупать в виде набора, а не машину отдельно, если у вас обоих этих аппаратов нет. Лоррейн довольно неплохо себя показывает, пускай не идеально, пускай уже морально устаревшая машина, но она годная, и на ней можно делать результаты. Если посмотрите обзор, ссылку, на которую я добавил в описании к видео, либо перешли по ссылочке, которая была вверху, можете посмотреть, на что лорка способна. Если смотреть на машины по честному ценнику, то 5,5 для лорки это дорого, и что касается АМХа, то 7,5 для него тоже дорого. Объективная нормальная цена, это где-то приблизительно тысяч, 5, пускай, за лоррейн в голом виде, и тысяч, ну пускай, 6,6,5 за АМХа. Таким образом, 11,000 за обе машины, это нормальная, приемлемая цена, с учетом того, что вы получаете дополнительно открытое все оборудование, на котором сэкономите серебряндию, как я говорил, и получаете X5 в количестве 15 штук на каждую из этих машин. Ну, а плюс к тому еще какой-никакой дополнительный красивый внешний вид. Поэтому в наборе, безусловно, гораздо интереснее. По отдельности ценники все-таки завышены. Ну, а дальше уже принимайте решение, готовы ли вы разбивать свою золотую копилку ради данных аппаратов. Ну, а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok